Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Сегодня поговорим о книге пророка Амоса и тема нашего сегодняшнего разговора это есть комментарий на главу 8 этого древнего пророческого текста. Пророк видит картины, его посещают видения, когда он спит, когда он бодрствует, но эти видения, видения, как правило, довольно негативного содержания, огненный дождь, саранча, нашествие саранчи, болезни, мор, все это тревожит пророка, дают ему спокойно жить, спать, существовать, как будто бы вырывают его из нормального, рутинного порядка жизни. Бог посылает видения пророку. И функция пророка, что может облегчить его состояние, его страдания, это есть рассказать людям об этих видениях. И в главе 8 Амос продолжает рассказывать о видениях, которые Бог посылает ему. Видения эти связаны с негативным будущим Израиля, разрушением, пленом, крахом всего и всех, и святилища, и государства, и городов, и с тем, что грядет суд в виде завоевания из севера идущего, а сирийцы скоро захватят весь север, и столица Самария, Шамране, она падет. Итак, читаем и комментируем. Вот что показал мне владыка Господь. Будь ты передо мною, спелые фрукты в корзине. Вот новое видение, есть корзина, и там есть спелые фрукты. И спросил он, что ты видишь, Амос? Я ответил, спелые фрукты в корзине. И сказал мне Господь, народ мой Израиль созрел для кары, больше не буду прощать их. В предшествующей главе был образ саранчи, который вот скоро придет, прилетит, и все съест, и будет голод, и бедствие. Потом еще был образ Бога, имеющего отвес, измеряющий вертикаль построенного здания. Был образ огненного дождя. И вот еще один образ. Израиль, ты фрукты, которые созрели. Их ждет, что их ждет? Истребление, кара, поедание, уничтожение. Их ждет крах, катастрофа. Тогда обратятся в рыдание веселой песни дворца, говорит владыка Господь. Сколько трупов брошено всюду, тише. Слушайте, побирающие обездоленных, бедноту страны истребляющие. Вот в стихе третьем указано, как указано, рассказано, да, что ждет. Картины, конечно же, ужасные, дорогие друзья. Вы видите, дворец, где обычно царила атмосфера безопасности, да, там были веселые песни, там были трапезы, там были застолья. Все будет превратиться в дом с трупами. Трупы, трупы, брошенных всюду. Да, вот такая картина. И указана причина всего этого негативного будущего. Видите, попирающие обездоленных, бедноту страны истребляющие. И у пророков очень важное основание для того, чтобы Бог вмешался и покарал обидчиков, это есть нарушение социальной этики, нарушение нормы братского общежития. Там, где торжествует эгоистическое желание нажиться в ущерб окружающим, евреям, твоим братьям, вот тогда Бог гневается, потому что так жить нельзя. Его народу. Вы говорите, когда же пройдет новолуние, нам бы выставить хлеб на продажу. Когда же минует суббота, будем снова зерном торговать, убавим эфу, увеличим шекель, подделаем гири, будем обвешивать. Вот она как будто бы описывает рассуждение в голове предпринимателя, бизнесмена, торговца. О чем торговец думает? Он думает лишь об одном – увлечении своего богатства. И вроде бы, а что плохого? Это нормальное поведение мужчины, предпринимателя, увлечения своего материального состояния. Но вот в чем проблема. Какая цена, какой способ всего этого дела? И вот получается, что способ не очень-то благовидный, благоприятный. Подделывать хочет этот предприниматель весы, мера весов. Видите, убавим эфу, увеличим шекель, подделаем гири, будем обвешивать. То есть нарушение справедливости, честности во взаимоотношениях между евреем и евреем все это вызывает у Бога величайший гнев и раздражение. Начало стиха тоже интересное. Они рассуждают, когда же пройдет наболуние, когда же минует суббота, будем снова торговать зерном. Для них, этих людей, так можно перефразировать, нет ничего святого. Для них суббота или праздник, это есть то, что мешает им заработать еще больше денег. Ну, понятно, их система ценностей, иерархия ценностей, для них Богом получается, оказывается, их доход, их серебро, их богатство. Дальше читаем рассуждение этих людей. Стих шестой. Купим нищего за серебро, бедняка за пару сандалий, мы сумеем продать и мекину. Для них, этих людей, что человек, нищий, бедняк, что мекина, все товар, все можно продать, да, у всего есть покупатель, и у всего есть бесстыдный, жестокий продавец, делец, да. Итог вашего бизнеса, как будто бы говорит Бог, говорит о мос, обнищание недоплеменников, обнищание ваших братьев, да, евреев. Вы покупаете, продаете, уже даже не зерно, не мекину, вы торгуете людьми, да, вот, нищий, бедняк, и так далее. Гордостью и Якова поклялся Господь, не забуду их дел вовек. Видите, очень важная вещь, гневается Бог не за то, что неправильно молились, да, вот, не очень истово приносили Богу жертвы, нет, Богу это все равно. Бог гневается на то, что люди не поедают ближнего, вот так вот, доводят его до нищеты, до обнищания. Вот Бог этому простить вовек не может. Он их не забудет, этих преступлений вовек. Как земле, как земле тут не содрогнуться, скорбь охватит всех ее жителей, земля поднимется, как нил, из берегов своих выйдет и осядет, как нил в Египте. Тогда, говорит владыка Господь, солнце вполнен, зайти заставлю, среди бела дня, тьму наведу на землю. Природное бедствие – это выражение такого глобального катаклизма. До того плохо все у вас, в вашей жизни, и до того будет гнев мой велик, что помимо нашествия, голода, саранчи, огненных разных таких вот явлений, вас еще ждет нечто странное, вот, в общем, мироздание, солнце и луна, как будто бы работать будут в ненормальном режиме. Вот так проявляется гнев Божий. Превращу ваши праздники в скорбь, в ваши песни в плач погребальный, в дерегу всех одену, каждый обреет голову, будет скорбь, как о сыне единственном, что не день, то горестный день. Это поэзия, это на самом деле лирика, когда пророк поэтически излагает масштаб грядущих бедствий и испытаний. Скоро, говорит, владыка Господь, я голод пошлю на эту страну. Не тот голод, когда есть нечего, не ту жажду, когда пить нечего, на тоску, по словам Господним. Дальше больше, дорогие друзья, и выясняется, что есть нечто более страшное, чем голод физический. Ну, нам тяжело это понять, тяжело в это поверить, но на самом деле, как написано в Библии, это правда. Страшнее, чем отсутствие реальной еды, хлеба, масла, мяса, или питья, воды, чая, кофе. Есть голод по смыслу, которого ты не видишь, не ощущаешь. Нет смысла, нет знания, нет Бога, нет Его слова, нет Его пророка. и тебя охватывает дикая тоска, голод охватывает тебя. Для того, что все прочие ранее тебе радовавшие развлечения, да, вот вкусная еда, досуг и так далее, все не работает, все тебя не утешает и не кормит. И вот этот вот голод, выраженный в том, что Бог молчит, не разговаривает, пророк тоже об этом голоде рассказывает из своей аудитории и каждому из нас. Есть нечто более страшное, чем отсутствие еды, это отсутствие Бога в нашей жизни. Тогда станут люди скитаться от Южного моря до Западного, на север пойдут, на восток, бродя в поисках Слова Господня, но Его не найдут. Ну вот, описывается, как будто бы и наша история, история нашей страны, недавняя история, когда люди, лишенные корней, лишенные традиции, лишенные знания, знания религиозного, знания Бога, как будто бы разбидаются во все стороны в поисках этой еды, этой пищи. И в Зорах обращается и на Запад, и на Восток, и на Север, и на Юг. Показываются в фокусе внимание и восточные учения, и йога, и другие религии, индуизма, буддизма, разные там медитации. Подоплёка всего этого одна. Человек голодает, и поэтому бросается куда угодно, чтобы найти эту самую пищу. Но, как выясняется, не всё может человека накормить. Ты вроде бы ешь, вроде бы это что-то съедобное, но ты не можешь наесться, потому что это не та пища, которая тебя может утешить и насытить. Тогда и юноши, и прекрасные девы будут падать без сил от жажды. Вот. Отсутствие слова Бога, отсутствие знания Бога лишает молодость сил. Молодость превращается в старость. Видите, юноши, и прекрасные девы от жажды падают. Они как будто бы внешне молодые, энергичные, ищущие люди, но внутри они уставшие и сголодавшиеся, потому что им нечего есть. Кто клянется грехом Самарии, или так, клянусь твоим Богом дан, клянусь дорогой в Бершеву, упадет и уже не встанет. описываются какие-то религиозные клятвы и обеты. Вот тут они разные. Например, клянусь клясться Богом данным, это уже нам не ясно до конца, что тут имеется в виду, какие клятвы языческие, либо какие-то более-менее правомерные, по мнению пророка. Смысл такой, что ваши клятвы у вас имеющие хождения, связанные с вашими святилищами, они не сработают. Вот это очень важная вещь. То, что должно сохранять, оберегать, спасать от исчезновения системы религиозных каких-то практик, обеты, посты, молитвы, приносения жертв, праздники, субботы, новомесячные, десятины, первины и так далее. Вот у вас все это не будет работать. Вот ничего вас не спасет, потому что подоплека гнева Божьего в другом. Не в том, что вы малорелигиозны, может быть, вы даже сильно религиозны, но в том, что у вас мечтает ваша элита продать нищего за полсандалии, и продать сандалии, а бедного продать за полшекеля. Вы торгуете людьми, вы наживаетесь на нищих и убогих, и это есть то, что Бог, как написано в этой главе, главе 8, Бог не может забыть. Не больше, не меньше, дорогие друзья. Глава прочтена, прокомментирована, в этой главе мы видели разные видения, которые посещают Амоса и имеют своим содержанием предсказания грядущих бедствий, завоевания, угрозы севера, ассирийцев и так далее. Дорогие друзья, помощником в наших усилиях, в наших толкованиях является портал экзогет.ру. Всего хорошего, не болейте, из Петербурга вам привет. Продолжение следует...